Музыкальные встречи на Почтовой Ее репертуар насчитывал более 40 партий, которые она исполняла на ведущих оперных сценах мира. Но корни ее были здесь, в маленькой провинциальной Астрахани. Поэтому музыкальные встречи на Почтовой сотрудники Музея культуры города решили посвятить 145-летию со дня рождения выдающейся землячки Надежды Папаян. Мы расскажем биографию нашей героини. Все желающие после нашего концерта поднимутся в зал экспозиционный и посмотрят все эти экспонаты уже новыми глазами, которые у нас выставлены, которые связаны именно с ее жизнью и творчеством. На втором этаже Музея культуры города расположилась небольшая экспозиция Надежды Папаян. Здесь музыкальный инструмент, фотографии певицы. Все как тогда, в начале далеких девятисотых. Память Надины Папаян почтили небольшим концертом оперного репертуара в исполнении артистов Астраханского театра оперы и балета. Конечно, для нас является большим событием и большими именами. И поэтому я с удовольствием согласилась на концерт. Но с солисткой Зинаидой Дежуевым мы работаем уже не один концерт. Мы даже ездили с ней на концерты в Санкт-Петербург. И, в принципе, у нас достаточно долгий союз. Солистка Астраханского оперного театра Зинаида Дежуева не исполняет репертуар Папаян, поскольку у нее имеется сопрано, но считает, что с Папаян все же имеет творческие точки соприкосновения. Я тоже в Петербурге пела, в театре Санкт-Петербург опера работала. Она работала в Мариинском театре. И вот здесь соприкосновение тоже. Она приезжала, у нее в Астрахани родители жили, и она приехала. Меня пригласили сюда. И поэтому мне интересна история Астрахани, мне интересны люди, которые здесь работают. Надежда Папаян прожила короткую, но яркую жизнь. Она погибла нелепой смертью от руки шального дебошира. Ей было 33 года. Уже тогда она имела мировую славу. Сегодня имя Надежды Папаян вновь обрело звучание. У нее на родине в Астрахани благодаря писателю-краеведу Александру Сергеевичу Маркову. Но это уже совсем другая история. Марина Лазарева, Серик Намазбаев, Новости 24, Астрахани.